Добрый вечер, дамы и господа, мальчики и девочки и Хасан. Вот и наступил третий день нашего лагеря Августенок. Ребята спали как могли. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Женится ты ей пожелай, поюбай. Обязательно по дому в этот час тихо тихо. Многие из вас наверняка хотели бы получить чашечку горячего кофе с круассанами в постель с удреца. Но, увы, реальность жестока. Субботник. ОАААА! Оах, ты ссссссссссссссс! Дорогие друзья, интригующий момент. Тройка победителей в номинации «Самые веселые люди лагеря». Тройка победителей в номинации «Самые веселые люди лагеря» Тройка победителей в номинации «Самые веселые люди лагеря» Ну а сейчас новость для наших девушек. У нас в лагере появилась замечательная услуга «Моментальная прическа». Скажи пару слов про то, что сейчас будет. Мы в предвкушении все просто. Мы хотим играть и мои волосы сейчас будут... Хорошо. Сейчас будет круто, но у меня почему-то... А сейчас будет игра, которую... Михула! Ой, ребят, сейчас будет нечто. Сволочь, кто это? Я тебя сейчас убью, Михула! Сволочь! Не сведи за мной. Мало кто знает, что в нашем лагере воспитывают будущих голливудских каскадеров. А наши ребята времени зря не теряют. Буквально сегодня они запустили спутник «Августенка» в космос. Ну а у нас по традиции рубрика «Взгляд снизу». Добрый вечер, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях Таупи Муратович. Давайте знакомиться. Ну-ка, помаши в камеру всем. Вот он наш. Да. Давайте сразу начнем с вопросов. Значит, как вам наш лагерь? Во сколько ты просыпаешься, Мурат? Ой, Таупи Муратович. Я просыпаюсь в семь, в восемь или в шесть. Таупи Муратович, может, какие-нибудь пожелания участникам нашего лагеря? Их очень много к нам обычно приезжает. Обычно к нам приезжает по сто, сто, пятьдесят, двести или пятьдесят человек. А почему ты всегда говоришь, ну, середину, конец и потом начало? Не знаю, у меня так получается. Я ем почти так. А, ты ешь середину, конец и потом начало? Да. Отлично. Может, а у тебя есть девушка? Нет. Нет? А может, у нас в лагере найдешь себе кого-нибудь? Можно. Можно, да? Разве тебе никто не понравился тут? Понравится. Ну-ка, покажи пальцем. Вот та понравилась? Да. А вот эта? Да. А кого из них выберешь? Правую. Правую. Отлично. Поздравляю, Лена. Ты выбрана. Выбрана. Это у Бимуратовича. Все отлично. А ты ходишь в школу? Конечно. А в какой класс? Второй. А что, у тебя в классе нет девушки? Есть. Ах, ты обманщик. Хотел закадрить, да, нашу девчонку? А ты ведь уже занятой. Мама. Вот послезавтра к нам на встречу со студентами, ну, то есть с нами, приедет наш ректор Барсби Сулейманович. Это вам не ищут футан. Так, как думаешь, вот что можно у него спросить? Можно у него спросить, он хрюшу кушает? Ага, отлично. Хрюшу кушает? Отлично. Спросим у него обязательно это. Вообще... Нет, мы спросим у него, он хороший водитель, кушает много или нет. Телевизоры много смотрит, на компьютерах много играет, уже всякие игры много играет. Ага, отлично. А вот у нас еще есть председатель студсовета нашего, человек, который вообще вот этот наш лагерь организовал, Азамат Люй, может, ему что-нибудь передашь? Ну, я его очень люблю, ему можно что-нибудь передать. Ну-ка. Можно ему передать, что он очень хороший человек, добрый. Аплодисменты! А, знаешь, у нас еще есть один очень злой человек, который в 6 утра будет всех провинившихся студентов. Он, он вот, он очень злой. Серьезно, в 6 утра, представь, он будет нас. Вот что ты ему хочешь передать? Я ему хочу передать, что он плохой, нехорошо обращается с людьми, и пусть ни копеечки денег не получает. Ага, вот пута. Ни копеечки денег ты не будешь получать. Вот, знай, да. Давай-ка тогда с тобой, у нас такая серьезная тема зашла, сравним творчество Льва Николаевича Толстого и Александра Сергеевича Пушкина. Ну-ка. Они хорошие, они пишут книги, они пишут книги, там все книги. Они пишут книги, они пишут книги. Отлично. Что ты больше предпочитаешь, зарубежную литературу или все-таки отечественную? Отечественную. Отечественную? Отечественную. Отечественную. Отлично. Ну-ка скажи тогда регулятор. Дорогие друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Агазеева Ирина. Все на релаксацию. Отечественная. 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 Продолжение следует...